приветствую вас мои хорошие на канале в гостях у заводчика корги воплощение мечты очень много комментариев поступает с одним по сути с одним вопросом который может быть в разных формулировках но так или иначе вы хотите меня спросить именно об этом путин сделал заявление о том что войну он еще не начинал по большому счету да и не злите меня да а то я начну воевать ну вот что такое да как там он сказал мы еще не начинали воевать по серьезному да и будете значит плохо себя вести то мы начнем что-то такое да и вы просите меня прокомментировать это заявление его я подумала об этом знаете я подумала об этом что я вам расскажу наверное ответ на этот вопрос я вам дам не как таролог сегодня потому что ну как таролог я вам каждый день заявляю говорю как это будет и что из себя представляет путин да я вам скажу наверное как как человек может быть какой-то степени как ландшафтный дизайнер и как заводчик заводчик корни собак до животных собак естественно я имею отношение какое-то ну как любой человек до интеллектуальные принципе я интересуюсь животным миром принципе природы так или иначе и биологию уважаю как науку так вот я вам сегодня расскажу об об одном замечательном животном чудном таком с которым я хотела бы сравнить сегодня путина в этой ситуации слушать это один в один просто копия копия существуют природе такие манящие крабы есть такое знаете ли вот вот загуглите манящий краб вот биологи обнаружили что самцы манящих крабов потерявшие клешни в схватках соперниками разработали тактику которая позволяет им компенсировать свою инвалидность айт манящий краб это такой краб у которого только одна клешня большая и они этой клешной из норы ее высовывают и начинаю значит там давать страшные знаки для всех остальных крабов и с этой клешной при помощи этой клешни они бьются значит в брачные периоды с другими самцами и вот естественно неудачники крабы крабы которые потерпели неудачу и сломали свою клешню они вынуждены прятаться в нору на какое-то время и отращивать себе новую клешню понимаете но новая клешня вырастает со временем большая может даже больше вырасти чем было но она очень долго остается мягкая то есть она не боевая понимаете она большая но она мягкая она малорабочая у нее нет жесткости у нее нет крепости она мягкая и вот что тогда делает вот такой краб инвалид манящие крабы живут в норах на илистых прибрежных отмелях тропических морей это небольшие ракообразные длина тела которых без учета конечности не превышает 5 сантиметров порой на одном квадратном метре пляжа находятся норки примерно полусотни крабов одна из клешней у самцов этих крабов значительно увеличена и отличается по цвету от их панциря такой огромной клешней крабы совершают сложные движения которые сигнализируют другим сам сам что в данный участок занят или же служат для привлечения самки я вам сейчас цитирую прям понимаете брачный период самцы используют крупную клешню для драки во время поединка крабы сцепляются клешнями и даже могут подкинуть соперника в воздух нередко в ходе боя клешня отламывается вот как я вам говорю в таком случае пострадавший самец вынужден скрываться в своей норе пока у него не вырастет новая клешня она тоже достигает большого размера но по прочности значительно уступает прежний что уменьшает шансы краба на успех последующих сватках заметьте однако пострадавшие крабы продолжают участвовать в брачных поединках они предпочитают выбирать более мелких соперников рассчитывая на то что размер их непрочной клещи окажется достаточным чтобы напугать соперника и заставить его ретироваться как показывают наблюдения во многих случаях так и происходит поединке между крабами с отросшими клешнями 8 раз реже доходят до стадии непосредственной схватки чем у крабов не терявших клешни обычно же один из соперников покидает поле боя но те крабы которые не теряли клешни не смущаются размером клешни противника и смело вступают в противоборство даже если она превосходит их собственную боевую клешню вот такой комментарий мои хорошие такой комментарий и что я хочу вам сказать мы украина может быть со своей не самой большой но зато с боевой клешней и не хрена спугать своими муляжами вот что я вам хотела сказать сегодня по поводу заявления великого пу потому что пу он и есть пу мало того что пу так еще и ху ху из пу пу из ху давайте-ка со своими клешнями не бояться всяких там украина вперед все